Здравствуйте! В эфире очередной новостной выпуск, посвященный событиям на Украине и Донбассе. Коротко о ключевых моментах военной операции и реакции общественности на нее. Роскомнадзор обязал российские СМИ при подготовке материалов о спецоперации использовать информацию и данные, полученные исключительно из официальных российских источников. В противном случае зданием грозит штраф до 5 миллионов рублей. Минобороны РФ отчиталось, что российские войска вывели из строя 83 наземных объекта украинской военной инфраструктуры, сбили 4 самолета, 4 беспилотника «Байрактар» и вертолет. Также за минувшую ночь, по информации ведомства, войска вышли к Херсону и разблокировали Северокрымский канал, восстановив подачу воды в Крым. Также взяли под контроль чернобыльскую АЭС. Координационный центр ФСБ назвал уровень угрозы кибератак на РФ критическим. Незадолго до этого хакерская группировка «Анонимус» объявила российскому правительству кибервойну. Хакеры взяли на себя ответственность за дедос-атаки на сайты СМИ Russia Today. Параллельно с этим зарубежные государства начали расширять список санкций. Так, обновленный список стран, где приостанавливают выдачу виз для россиян – Чехия, Литва, Латвия и Япония. На происходящее событие начали реагировать и обычные жители. Так, уже вчера в пабликах стали распространять информацию, что стало сложно снять деньги. Это видео сняла наша коллега накануне. К сегодняшнему утру либо все уже успокоилось, либо люди просто пока на работе, потому что в нескольких отделениях банков я не увидела каких-то огромных очередей, особенно в Сбербанк я шла именно к этому банкомату. А вот в частности к банкомату ВТБ стояло несколько человек, и очередь прям сохранялась в районе 6-7 человек. И неспроста президент США Джо Байден огласил список американских санкций. В частности, они распространяются на ВТБ Сбер-Газпромбанк. Среди других санкций ведение бизнеса в долларах, иенах и фунтах ограничат. Наполовину ограничат импорт в Россию высокотехнологической продукции из Америки. Что будет с системой SWIFT – вопрос пока на рассмотрении. Но уровень санкций Байден сравнил с отключением России от SWIFT. Моя коллега провела опрос в социальной сети. Какую тактику выбрали барнаульцы в денежном плане? Выборка небольшая, но и для проведения обширной статистики времени прошло не так много. Так вот, большинство горожан пока ничего не делают. Некоторые снимают наличные и переводят в доллары или биткоины. Кстати, в банкоматах Сбера есть ограничения на выдачу наличных в 40 тысяч рублей. А тем временем Национальный банк Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями. Белорусский аэропорт работает в обычном режиме. Накануне стало известно, что 12 аэропортов Юга России не принимают воздушные суда из-за обстановки на Украине. Сегодняшний рейс в Сочи из краевой столицы улетел по расписанию, сообщили нам в аэропорту имени Титова. Накануне «Черный квадрат» стал символом скорби в социальных сетях. А российские и украинские звезды выступили за мир. Вот что они писали в своих блогах. Против войны также высказался Максим Галкин, у которого есть родственники на Украине, и, например, Гарик Харламов. А вот Валентина Матвиенко раскритиковала противников военной операции. Она сказала, что россияне думают лишь о своих сиюминутных трудностях. Спикер Совета Федерации также подчеркнула. В той обстановке, которая сложилась по-другому, к сожалению, обеспечить безопасность России невозможно. На данный момент это все новости, связанные с военной операцией России и ее последствиями. Мы продолжим следить за ситуацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова